Здравствуйте! Сегодня 23 декабря 2019 года. Я продолжаю прогрессировать, побеждаю болезнь. Уже выхожу на улицу, уже с хабанками не хожу, использую их только сейчас как отжимание. Приношу продукты, заношу их на пятый этаж. Я живу уже без лифта, недавно 7 килограмм принес продукты с магазина. Так что лучше и лучше. Ну, тренируюсь, естественно, так же, как всегда, в среднем 6 раз в неделю. Активные силовые тренировки с отказными подходами. В общем, все как надо. Ну, я там размещал, как я приседаю, там жмут, как каждый раз не буду это делать. Я на рекорды не иду, главное у меня сейчас здоровье. Здоровье с каждым днем улучшается. И когда мне, бывает, пишут хейтеры, вот довел тебя культуризм, там калека, инвалид, на коляске катаешься. Во-первых, я уже говорил, что все болезни, когда на меня врачи ставили крест, я победил культуризмом. И в этот раз тоже, когда врачи сказали, что там, все, во-первых, поставили разный диагноз. Сказали, ну, когда там вот сделают операцию, тренироваться вообще никогда, будешь инвалидом. Я послал этих врачей и без всяких врачей победил это культуризмом именно и правильным питанием, естественно. От питания тоже очень много зависит, а потом еще раз в каких-нибудь видео расскажу, как, какое питание именно дало. Вкратце, мне дает на излечение лучше всего без углеводка. Когда я сижу на так называемой ДДД, ну, как, убираю практически углеводы, ем там куриные грудки, яйца в смятку, яйца обязательно шелтками, ну, вот такую вот еду кушаю, состояние сразу улучшается. При этом, что интересно, на без углеводки, на это, ну, как, там есть мизер углеводок, там, допустим, капусту ем, там, что-нибудь такое, чесночок, лучок, там, зелень, ну, углеводовый мизер, там. На этой диете у меня энергия повышается, что интересно, и состояние мое улучшается, и даже и силовая, и выносливость улучшается. Так что все идет на поправку, все хорошо. Да, еще многие спрашивают у меня в личико, там, возьмите меня в фильм, там, все такое. Когда я буду снимать новый проект, я размещу на стене объявления кастинной. Так что, кто хочет, следите за моей страницей, я сразу размещу и запишитесь тогда. Потому что кино – это моя жизнь сейчас, это я с этим живу, я, естественно, буду снимать, продолжить. Теперь хочу рассказать о том, в чем я часто все читаю в интернете. Вот, допустим, я захожу по вам многие группы, там размещают бодибилдеры. К сожалению, из наших культуристов размещают в основном только Александра Ишанькина. Александр Ишанькин – это лучший ветеран, культурист мира. Самый именитый культурист России за все времена. Это уникум. Я его знаю в жизни, очень классный такой мужик. Конечно, это супер, это величина. К сожалению, его сейчас засудили. Козлы, конечно, конкретно на соревнованиях просто засудили так, чтобы просто порвать их. Хочется этих судей. Я сам на этих соревнованиях видел, когда сидят там американцы, аналитчане. Они не смотрят на сцену, у них уже все записано, у кого какие там инвесторы, у кого какие там спонсоры и соревнования. И им ставят места. Конечно, это очень обидно. Теперь размещают, как правило, западных культуристов-ветеранов. И пишут, да, вот если бы мы тоже так жили, как на Западе. Да, конечно, условия жизни, как на Западе, конечно, благоприятно влияют даже на бодибилдинг, даже на телостроение, на продолжительность жизни. Это я согласен. Но и у нас очень много ветеранов. Просто я же говорю, вот у меня, допустим, вот у меня 23 февраля будет 64 года. С моих ровесников практически никого не осталось живых. Остались живых культуристы. Мой ученик Владимир Муран, мой ровесник, он двукратный чемпион мира по жиму лёжа, призёром моих соревнований по культуризму, там красавец такой рельефный. И Володя Матвиенко, ему 69 лет. Он мой кумир, ещё 72-го года, он уже тогда был накачанный, уже красавец, я всегда равнялся на него, как мотиватор мой был. Сейчас 69 лет, выглядит супер. Вот, два культуриста. Мне плевать там, химики они не химики, без разницы. Культуристы об этом вообще не спрашивают, а только хейтеры пишут. Главное, люди в таком возрасте, здоровые, красавцы, прекрасно себя чувствуют и живут полноценной жизнью. Поэтому хейтерам я скажу, если вы думаете, что если вы сидят, я эти хейтеры, как захожу на страницу, там или закрытая страница, или кошечки, собачки, если вы думаете, что вы захимичите и станете здоровыми, то вы очень ошибаетесь. Тот, тот, допустим, химичит правильно, нужно пахать ещё в 10 раз, в 100 раз больше, чтобы добиться результата. Конечно, если какие-то идиоты, я читаю, бывает, в интернете, пацанята по 14-15 лет не начали ещё заниматься, понакупят анаболиков, понаколятся, понадуют такие щёки, такие ходят, потом просто от химии сдуваются ещё меньше становятся. То есть это, ну, идиоты, ну, это не химия виновата, это то, что они сами идиоты. А если человек уже опытный, если он там много лет там тренировался в натуральную, там, дошёл до такого уровня, начал правильно применять, это его личное дело. И пашет он с этой химикой ещё и больше. Я не пропагандирую химию, но я говорю реалии, то, что есть в жизни, в жизни. И она как может принести вред, как этим вот мальчуганам, да, которые 14 лет, когда у них развитие идёт полагон, они шпигуются. Ещё даже не начали заниматься, у них своего ничего не накачано. И в итоге робят здоровье, и мышцы у них, после того, как бросают, у них такие же становятся, как и были до тренировок. Это, ну, с идиотов что взять. Поэтому, я же говорю, просто поражает, вот читаешь, да, только культуристы разместят, и химик, 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 химик. Одно и то же, одно и то же, нет, чтобы посетиться, сказать, вот там культурист, там, ветеран, там, уже в таком возрасте, там, были, где-то, красавец, да. Есть и такое пишут, есть именно люди расположены хорошо, но много хейтеров, которые просто, ну, бред пишут. Типа, не могут порадоваться за другого человека, не могут. Или ещё одно, я всегда говорю, научитесь думать своей головой, не поддавайтесь массовому, массовому этому гипнозу. Вот сейчас постоянно, как не открою группу, планка, 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 лучшее упражнение для пресса. Да вы откройте учебник, анатомии, физиологии, почитайте, при какой работе работает пресс. Пресс работает тогда, когда усилием таз приближается к груди или груз к тазу. При планке таз, наоборот, старается удалиться, и получается, что работают не спины, а ягодицы. Это две самые сильные мышцы человеческого тела. Для них это планка к марину гус. Плюс статика, статика вреднейше сказывается. Человека потом начинается там аритмия, там, гипертония, прочие радости жизни от этих вот планок. Ну подумайте, вот культуристы золотой эры, они не делали никаких планок. Посмотрите, какие красавцы. Втянутые животы, вакуум, пресс, таля тоненькая. Не без всяких этих планок. Зачем придумывать велосипед, зачем придумывать колесо, оно уже придумано. Пошите, пошите, именно равняйтесь на то, что дало результат. Я не видел никакого человека, от которого планка дала какой-то результат. Пресс какой-то хороший, втянутый живот. Я бываю там смотрел на некоторые такие конкурсы по этой планке. Выходит такая женщина, вообще ни фигуры, ни планки стоят дольше лучших там атлетов или атлеток. Ну и толку нет в этой планке, чтобы нет, пресс от этого появился. Поэтому учитесь, думайте, головой не поддавайтесь вот этим новомодным влиянием, как йога сделает вас красивыми тела. Да почитайте, что такое йога. Ну вот все вот эти вот новомодные течения, вот эти, какие-то упражнения, типа смешные. Типа тоже бывает в залах. Наблюдая, допустим, приходит женщина, ей дают такое, значит она поднимает на бицепс антельки, потом приседает, делает треть приседа, потом вверх поднимает, еще в сторону, и опять такое делает. Что она тренирует, непонятно. Тренируется годами, тренируется годами, и как смотришь, а вот прошел два, или бросила, или такая же осталась. Все уже придумано, придумано, уже проверено, миллионами людей. Все эти комплексы, все эти системы, зачем новое придумать? Опять-таки, всегда следите за дыханием. В залах я наблюдаю картину, что практически никто с трениров и следит за дыханием. Дыхание, фитнесе, бодибилдин, вообще в спорте, это номер один. От этого зависит наша жизнь, наше здоровье. Как вы будете правильно дышать, так вы будете здоровы. Тоже практически, бывает, не следят, дефектуая опять. Получается, что культуризм...